Друзья, всем привет! С вами Аркадий Сафаров, канал Уеха США. И сегодня я расскажу вам про новейший, только что открывшийся Старбакс в Америке, который является на сегодняшний день, в момент открытия, самым большим Старбаксом во всем мире. Суть этого Старбакса в том, что композиция его напоминает о самом первом Старбаксе на западном побережье США, который пришел еще из Калифорнии. И сама оригинальность просто вас шокирует. Посмотрите на следующие кадры и видео, и удивитесь не меньше, чем я, который здесь сейчас находится. Вот так у них, ребят, выглядит все, что вы видите перед глазами. Здесь такое особое меню. Здесь кофе, ванной, эспрессо, весной орех, другие напитки, это чай, кофе с висками, холодный кофе, кофе с мороженым. У меня, кстати, не с мороженым. Я возьму какой-нибудь другой напиток, например, ванилокрим. Старбакс открыл 350-ю кофейню в Нью-Йорке. В этот раз-то кофейня в премио-формате. Старбакс Резерв Ростер. Площадь более 2000 квадратных метров. Это четвертая кофейня такого рода во всем мире. До этого были грандиозные открытия в Сиэтле, это западном побережье США, в 2014 году. В Шанхае в 2017 году, в Милане, Италии в сентябре 2018 года. В 2019 году, ну, может быть, захватом 20-го, ожидается еще два крупных открытия в Токио и Чикаго. Кофейня Старбакс Резерв Ростере официально открылась 14 декабря 2018 года. В Нью-Йорке, нижней его части, Манхэттена, на углу улиц 9-я авеню и 15-я по номеру площадь. Содержит в себе Ростер Пикарню, бар с авторскими коктейлями, кстати, алкогольными, и, конечно, эспрессо-бар и также брю-бары. Во всех кофейнях Старбакс Резерв Ростере одним из самых главных элементов является Ростер. На нем обжариваются кофейные зерна для продажи в сегменте Старбакс Резерв на сайте компании и кофейнях. А также из них готовится кофе в самих кофейнях. Генеральный директор Старбакс Кевин Джонсон в пресс-релизе сообщил, что открытие Нью-Йоркской кофейни Старбакс Резерв Ростере – это усиление позиций бренда в кофейной индустрии, а также в дальнейшем основная база для инноваций в кофейной культуре. И это, где мы обеспечиваем кофе. Великолепно. Великолепно. Это длинный процесс. Спасибо большое, что объяснили. Конечно. Какой ты назвал? Аркадий. Ариэл, приятно познакомиться с тобой. Приятного аппетита, я надеюсь, что ваш канал любит это. Да. Смотрите фотографии, у вас красивая латте арка. Да, я вам покажу. Спасибо. Спасибо. Ребят, смотрите, вот здесь еще находится бар, мы как бы на втором этаже. Внизу у них еще level, уровень, здесь под нами еще уровень и потом еще под нами, еще ниже туалеты находятся. Нам дали меню, когда мы сели за бар. Аривиама. У них все такие специфические имена. И смотрите, есть здесь, соответственно, вино, sparkling, шампанское, обычное вино, розовое, пиво, белое, красное и вот здесь спецкоктейли. Вот интересный, мне понравился, называется Art of Chamomile, ромашковый. Ромашковое искусство. Значит, здесь у нас цветочный чай, смесь с скотчем, с виски, потом ромашковая граппа, мед из акации, молоко цельное и nutmeg. Nutmeg – это труха из лесного ореха, то бишь фундука. Вот интересные смеси. Конечно, хотелось бы это мне попробовать все, если бы я только не пил кофе. Я его не пью уже три года. То есть, каждая локация здесь – это своя такая стезя и изюминка. И здесь очень классно проводить время, они очень поздно закрываются. Открылось это место буквально месяц назад. Для любителей кофе, которые фанатеют не только от простой футболки с зеленой сиреной, ну, которая на логотипе Starbucks, как вы знаете, или фирменной кружки, а также ценят вкус кофе. Нью-Йорк Ростре может похвастаться двумя отличными кофейными барами, действительно. Основной бар – это Brew Bar, назначен для приготовления кофе альтернативными методами и предлагает 7 различных способов заваривания, включая Chimex, French Press, Siphon, Espresso и Clover. В меню фирменных напитков включены Cold Brew, газированная цветосовая экспресса, Nitro Coffee. После миланского открытия в Италии, вдохновленной традициями итальянских аперитивов, создан был бар Arrivmiano, в котором будут подаваться авторские коктейли, а также как Nocino Notte, в составе которого холодный кофе, джин, выдержанный в бочках и соль с черным трюфелем. И триомфы, в составе которого чай, джарджелинг, джин, сухой рислинг, аквавит, газированная вода из маракуйи и апельсиновый шафрановый биттер. Также представлен большой выбор пива, здесь же вина и классические коктейли. Starbucks впервые представляет концепцию бара Arrivmiano в миланском Starbucks ростере, так что посетите еще Италию, друзья. Пекарня Prince это совместность проекта Starbucks с итальянской хлебопекарней, компанией во главе с Rocco Prince, заключенной в прошлом году, то есть 2018. В Нью-Йорке кофейня Prince будет выпекать свежий хлеб, пиццу, карнетти, фокаччо, десерты и многое другое. Друзья, Starbucks, резерв за нашей спиной. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал «Уехать в США» и ждите новые видео. Буду радовать вас новостями и интересными моментами жизни в США. С вами Аркадий Сафаров, я рад быть полезным. Это был выпуск о Starbucks Reserve.